Она очень хорошо рисует, у нее очень точный и тонкий рисунок, но для нее все-таки главное не рисунок, а именно живопись, именно стихия цвета. Поэтому она пишет очень быстро, очень темпераментно, и иногда жидкая краска просто течет по холсту. И тогда рождаются вот такие картины. Чтобы понять, что на них изображено, необходимо прочесть название. Но оказалось, и в этом художница уникальна. Например, вот натюрморты, а это люпины. На картины Диффена Кристи не советуют смотреть, близко к ним подойдя. Лишь издали можно уловить силуэты людей, дома и деревья. Последние годы своей жизни художница посвятила себя белому цвету, писала белым на белом, получалось легко и воздушно. Остается только фантазировать, какая муза подсказывала идеи для этих картин. Но живописец неоднократно подчеркивала, что она не фантазирует, а видит мир именно таким. Только великий живописец, воистину великий, может поставить перед собой такую задачу – писать через белое, писать на белом, находить градации. И вот здесь очень много светлых работ, где главным, ведущей, первой скрипкой в этой симфонии является, конечно же, белый цвет. Сегодня работу Дефина Кристи можно найти в Третьяковской галерее, в Музее русского импрессионизма в Москве, а также во многих сибирских и российских музеях. Барнаул – 44-й город, который принимает выставку этой художницы, и работать она будет до 27 сентября. Елена Кузовкина, Александра Кузнецова, Илья Халяпин. День с толком. Елена Кузнецова, Илья Халяпин.